Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать Андрея Джаста. У него вышел новый альбом, который мы сегодня весь послушаем, оценим, скажем, нравится нам или нет, и почему. И если вы хотите ознакомиться с этим исполнителем, то будет внизу ссылка в описании, заходите и слушайте. Итак, его творчество. Итак, Фрик в заточении, первый трек. А ты слушал, Максим? Все мы боимся оказаться белой вороной среди всех этих темных личностей. Боимся выставить все свои возможности на показ, ведь кто-то их неправильно оценит. Давай сыграем в пиньяту. Разбей на куски и узри мой внутренний мир. Я готов раздавать бесплатно радость. Я готов оставлять за собой позитив. В этом и разница. Для вас быть с собой и не сразиться. Вы не готовы надевать на себя пеструю обвертку, только бы не обезобразиться. Не дай бог потерять финансы. Закружиться перед кем-то в танце. Улыбнуться на все 32. Никогда этого всего не бояться. А мне плевать, слышь, правда плевать. Кидай-ка свет взгляд и осовет остатка позади. Окунаешь нирвану и всем твоим глупым советам меня не найти. Страх перед риском. Предрассудки в зоне комфорта. Где зеленый свет? Где уверенность? Мигом повысь обороты. Не смотри на людей. Они тебе не помогут ни в коем разе. Не думай об этом. Это феномен. Трудное дело, не хитрое. Твердо настоит завоевать весь мир. Ну кто тут оспорит меня? Просьба для слабонервных покинуть их жизни. Чем сильнее страх, тем победа капризнее. Естественно, на горизонте успех только мысленно. Ты на первой ступени к нервному срыву. Но как ни крути за тобой вина. Запомни раз и навсегда. Весь клёбаный мир под тобой. Запомни раз и навсегда. Потенция увидит даже слепой. Есть только ты и твоя цель, и никого кроме. И пусть называют ребёнка. Пусть не верят твои силы. Пусть сломают все твои планы. Но ты живи каждой клеточкой тела. И помни. Андрей Ча. Всё зависит только от тебя. Не так просто добиться высот, оставай с собой. Не так ли? You need sound. Главное, не бойся. Ну, друзья мои, вот, как бы, я бы сказал так, трек, конечно, такой жизнеутверждающий, такой, с намёком на серьёзные темы. Единственное, вот, единственное, это как бы плюс, да, единственный минус, меня раздражала музыка просто от начала и до конца. У меня родственник есть, он там это самое, как-то в своё время пытался творить музыку и подарил нам её. И вот, что там меня в ней раздражало, я не знаю, но когда муж, у него там, она в машине звучала периодически. И вот, когда дело доходило до этой музыки, я прям неожиданно начинала злиться, психовать и говорила, что это опять Саша на музыку, а ну-ка выключи её быстрее. Вот, то есть, я какое-то время молчала и не замечала, вроде идёт фон и идёт, но вот какие-то отдельные моменты начинали меня бесить. Вот здесь вот тоже, вот, мне просто музыка была поперёк горла. Ну, ладно, давайте послушаем ещё мне просто, чтобы составить общую картинку и что-нибудь сказать уже обобщённое. Итак, второй трек «Слабак» называется. Давайте. Слабак, сколько можно быть таким мимым? Сколько можно быть таким добрым? Никто не ценит этот дурак. Слабак, никто не должен быть справедливым. Если что-то вдруг не так, как ты хотел, в этом только ты виноват. Смотрю на тебя словно в зеркало, Совсем недавно старался я чё-то доказать. Кому, зачем, глупо тратил энергию, Хотел отдачу, поверь мне, не стоит ждать. В этом мире всё не так устроено, Просто напомни себе об этом. Каждый живёт для себя, не задумываясь о запретах. Слабак, сколько можно быть таким мимым? Сколько можно быть таким добрым? Никто не ценит этот дурак. Слабак, никто не должен быть справедливым. Если что-то вдруг не так, как ты хотел, в этом только ты виноват. Слабак! 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 Всё? Как-то быстренько. Вот знаете, что я вам хочу сказать? Наверное, меня больше раздражает манера исполнения. Может быть, даже не музыка. Вот не хватает... Вот что-то изюминки не хватает какой-то, понимаете? И вот эти вот растянутые фразы, Что в первом, что во втором. Вот как-то, знаете... Вот плюсом является то, что понятно о чём. И... Вроде как серьёзное всё. Вот. Но... Вот манера исполнения, вот эти вот растянутые ноты, Вот это вот какая-то, знаете, вот она... Это всё раздражает. Не хватает чёткости, и... Вот... Вверх-вниз, вот, понимаете, вот что-то такое, да, вот как у Лазарева. Ух! Вверх и понеслось. А тут вот всё ровненько, и вот это всё, вот эта гармошка растягивается. И тебя это обволакивает, и тебя начинает подташнивать. Ну, без обид. Давайте следующий послушаем. А, друзья мои, теперь третий трек «Старания напрасны». Ну, значит, первый раз «Верь в себя», да? Потом второй трек был про слабака, который вроде... Ну, то есть сразу тебе по рукам нашарашили и сказал, что тебе верить в себя, ты слабак. И вообще ты напрасно всё стараешься, потому что вот третий трек, видимо, про это. Ну, а тут вот как-то подинамичнее сразу. Ну, хотя вот всё равно вот эта гармошка есть. Смотри мне в глаза, ублюдок, пока есть такая возможность для тебя. Я не дам себя нагло кинуть за парт, как другие. Как другие. Ты так привык играть по своим правилам, порою даже зависти нет, а я... Не набивайся в друзья, я расставлю все точки над «и». Все точки над «и». Правильно, нахуя напрягаться, если можно украсть, если можно войти в доверие прямо здесь и прямо сейчас. Этот наивный расскажет сам, мы же друзья, мы же друзья. Это чём-то, блядь, ебанат, никогда не поверю в эти слова. Я наелся досы от таких бродей, всю дорогу нет других ролей. Они думают о том, чтобы вырваться в топ из-за счёт кого-то. Паразитов за дверь, эй, паразитов за дверь, эй, паразитов за дверь. Даже если останусь изгоем до конца своих дней. Не действуй мне на нервы, я сам по себе. Особенно, если касается моих проблем. Но в своей волне не терпеть не могу, таких, как мы. Вокруг потребителей, ты всем обязан, обязан, обязан. Вокруг потребителей, я никогда не буду с вами связан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта вот тоже часть сильно затянута. Но вот эта вот растянута, то есть вот эта манера растянутости. Ну, вот что я хочу сказать. Из всех трёх, вот эта была более динамична. Ну, как бы, если вот расставлять отметки, то это бы я отметила. Но всё равно, вот эта вот манера, видимо, просто исполнитель так вот преподносит. Вот он вот растягивает вот эту гармошку, и она раздражает. Просто этого много, понимаете? Даже вот кто бы там не исполнял из популярных, у них просто всё равно стиль каждый раз... Есть своя изюминка, но стиль он каждый раз меняется. А здесь вот это... Хочется её... Ну, давайте следующий послушаем. Итак, друзья мои, это четвёртый трек из альбома Андрея Джаста. Не подходи. Попиваю кофе и вспоминаю время, когда было всё беззаботно. Мы так старались быстрее повзрослеть. В данный момент не сильно комфортно, но ради цели порою приходится терпеть. Всё просто. Вопрос приоритетов и не более, знаешь, я уверен, мы не были бы вместе даже с ребёнком. Не люблю, как Давыд, понимаешь? Каждому своё, да, каждому своё. Я повёрнутый, ненавижу весь мир. А кто ты? Пыталась вытащить здесь ямы, либо скинуть сапы, либо знаки. Определись Я не жалею ни о чём Не жалею ни о чём Нет, не подходи Ты нарушаешь мои планы впереди Ну вот тут вот как бы рост пошёл Отрицательный стану Я не хочу быть с тобою, прости Нет, нет, не подходи Нет, не подходи Ты нарушаешь мои планы впереди Нет, притворяйся, ты прекрасно всё знала Отрицательный стану Я не хочу быть с тобою, прости Не подходи Нет, не подходи Нет, не подходи И тут наступила вторая часть Сейчас, не дай бог, начнёт тянуться опять Потому что вот первая часть была динамичной И такое вот как раз все замечания, которые я до этого говорила Вроде они... А, всё закончилось? Ну понятно Ну вот этот вот вообще самая лучшая была из всех Такое впечатление, что вот я говорил замечания А он взял и исправил Вот так получилось В четвёртом треке Он был самый динамичный Был и рост, и всё Единственное, что как бы в альбомах же должна быть сюжетная линия, да? Не обязательно Не обязательно Потому что, мне кажется, её тут нет Так, ну давай Ну и последний трек «Безысходность» прекрасна Андрея Джаста А потом я расставлю оценочки Вот как мне кажется Какой трек мне больше зашёл Настоящая взрослая жизнь Приятель Здравствуй, приятель Я так давно не видел тебя Расскажи о проблемах Как работа Как семья Как быстро летит время Мы когда-то клялись быть преданными навсегда Давай выпьем постой Забудем Всё это хуета Да Всё это хуета Люди рядом, пока им выгодно Сделать по газетам и мигам Да, несмотря идут прям по головам Вот так правило, вот так игра Не смотри на меня так Разрезаю правду, матку при тебе Отрицать, мол, это не так Нет смысла Нет смысла теперь В этом мире всё временно Не стоит расстраиваться Это жизнь У нас нет выбора Кроме как верить в собственные миражи Верить в собственные миражи Ну я поспорил бы На правильность этой фразы Нас убивает весь этот негатив Как не крути Нам не вырваться из этого круга Серые пуды Несчастная завтра Нас убивает весь этот негатив Ну вот здесь вот какая-то душевность присутствует, до этого её не было, а тут вот такое своё какое-то отношение Кто ты такой, и плевать, кто ты такой, неудачник очередной Сколько стоят духовные ценности, мы со временем сходим с ума Тараканы твердят, нам осталось недолго, давай вылазим с дерьма Слышь, пора вылазить с дерьма Дом, работа, цель не скопытиться, сделка совестью, не глупи, дурак, пока есть время, успей насытиться Как бы не было круто, скоро всё растворится, скоро всё растворится Скоро всё растворится В этом мире всё временно, не стоит расстраиваться, это жизнь Вот понимаете, опять вот минуса У нас нет выбора, кроме как верить в собственные Вот оно шло-шло, потом раз, и сначала одно и то же, понимаете, изюмчика маловато Хотя этот трек хороший Несчастный завтра Нас убивает весь этот негатив Как не крути Нам не вырваться из этого круга Серые дни Несчастный завтра Нас убивает весь этот негатив Ну, друзья мои, вот что хочу сказать Всё, я послушала все пять треков Андрея Джаста Ну, такое у меня... Я вообще всегда за творчество Если есть возможность пытаться творить, творите Не важно, что вам кто говорит Ну, конечно, бывает так, что уже может и не стоит творить А вот, когда все в один голос говорят Заткнись, лучше заткнуться Но в целом, в целом Вот задумали, не сдавайтесь и вперёд Вот, поэтому я это желаю всем начинающим А если оценивать по десятибальной системе Все эти треки, то давайте так Можно было бы там пятёрку, четвёрку, тройку ставить и так далее Но я вот, если быть более объективной Вот десять баллов, да? И я сейчас расставлю каждый трек Вот по моему отношению На какие оценки Вот, допустим, мне, наверное, больше всего понравился четвёртый трек Он был самый такой динамичный И более-менее, ну, как бы, приятный к уху Вот я бы ему шестёрку поставила из десяти Вот, пятёрку бы я поставила этому треку Потому что он такой, знаете Тут есть отношение исполнителя к ситуации То есть до этого он просто оконстатировал факт А здесь он высказал свою точку зрения И какая-то душевность появилась Вот, вот за это четвёрку Ой, пятёрку Четвёрку я бы поставила за третий трек Там тоже и динамичность была, и всё Но потом вот эта вот растянутость появилась, которую я не люблю Вот, и по двоечке я бы первому и второму поставила Потому что там вот мне совсем не зашло Ну, вот, собственно, вот так я распределила то, что я услышала Творите, друзья мои Верьте в себя И у вас всё получится Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok